Сегодня мы вам расскажем, как делается букет невесты из пионов, которые по-прежнему продолжают оставаться на пике своей популярности. И всегда девушки-невесты просят букетик собрать именно из них. Вот пионы сами мы уже подготовили, сняли с них всю зелень. Сейчас расскажем вам, как их правильно складывать. Букет из пионов это один из самых сложных букетов. Я объясняю вам почему. Во-первых, вы получаете цветок, который сам по себе не одинаков по диаметру, по раскрытию. И сложность заключается в том, что сначала нужно эти цветы подготовить букету. Если вы получаете цветок накануне или за несколько дней, вы сначала должны поработать с пионами. Во-первых, вы должны подрезать этот цветок на 3-5 сантиметров и обязательно поставить их на теплую воду. Именно на теплую, а не на горячую. Теплая вода это та самая вода, в которую вам будет приятно опустить свою руку или свои пальцы. И тогда пион приобретет чуть-чуть больший размер, чем вы его получили. Мы получили их сегодня. В течение трех часов они стояли у нас на теплую воду. Да, и вот многие как раз уже в принципе стали набухать и раскрываться. А некоторые все равно остаются маленькими. Потому что они сами по себе уже маленькие. То есть они, возможно, никогда бы и не увеличились в размере. И при составлении букета из пиона вторая сложность заключается в том, что этот цветок с очень плотным бутоном. Поэтому вам нужно подобрать цветы таким образом и поставить их в букете таким образом, чтобы они примыкали друг к другу и не было свободного пространства. Поэтому это один из самых сложных букетов. И центр у этого букета всегда должен быть самым тяжелым и самым насыщенным. И букет из пионов смотрится красиво только в том случае, если вам удастся создать именно шарик из этого цветка. Шарик, что тоже не самая простая задача. Итак, из наших цветов мы выбираем три наиболее распущенных или три наиболее крупных цвета, которые будут составлять у нас центр. Вот один цветочек. Вот этот. Вот другой цветочек. И приблизительно равноценный им третий цветок. Ну, тут все-таки одинаковенький. Ну, вот этот может быть, смотри. Вот такой еще более-менее светленький, нет? Либо вот этот. Может быть, даже. Еще один важный букет. Когда вы составляете букеты из цветов, пожалуйста, все цветы у вас должны стоять на воде. И ни в коем случае не лежать рядом на столе. Почему? Потому что вы не знаете, сколько времени вы потратите на ваш букет и не нужно лишний раз отлучать цветы от воды. А так они еще стоят, напитываются. Так они стоят еще напитываются и, соответственно, им будет легче пережить ваш момент. Итак, вот приблизительно три одинаковых цветка по диаметру мы выложили в центр. Как ты там их держишь? Самое главное в любом букете это умение перехватить. Пожалуйста, никогда не приставляйте цветы вот с той стороны букета, которая вам не видна. Цветы всегда нужно приставлять букету именно с той стороны, которая смотрит непосредственно на вас. Вот, поставили в цветочек и перевернули пакет. А в чем сложность перехвата? Сложность перехвата в том, чтобы у вас не сместилась спираль во время перехвата. Поэтому перехват нужно двумя руками. Вот посмотрите, вот я держу в данный момент спирали. Теперь вот этот момент. Я чуть-чуть выше спирали держу пальцы и вот перемещаю вот таким образом. И тогда вам удастся не потерять вашу спираль. Пока у нас цветочки примыкают. Ты от центра начинаешь выставлять букет, значит? Конечно, конечно, конечно. Это всегда так касательно букета невесты? Всегда, всегда, всегда вы начинаете выстраивать. Если вы с первого момента или с первой попытки выстроили красивый центр, значит букет удался. Если у вас не получается красивым, тяжелым, насыщенным центр, то заранее вас предупреждаю, что лучше заново переложить центр, чем потом разбирать букет. Все цветы, в том числе и пионы, должны смотреть у вас из круга. А что это значит? Потому что у каждого цветочка есть лицо, которое не важно смотреть на вас. Вот смотрите, видите, вот есть такой кусочек, да, отверстие, или можно сказать промежуток между цветами. То есть вам теперь нужно подобрать такой бутон, который непосредственно бы плотно встал к этим уже цветам. Ну, предположим, вот смотрите, да, вот раз, вот он, вот уже у вас большее количество цветов на руганом букете. Вот теперь, вот теперь можно уже чуть-чуть уходить на шарик. Вот все время поправляем, да. В принципе, пион это благодарный цветок, у него очень хорошо гнется стебель, он очень послушный, вы можете непосредственно по ходу дела. То есть видите, что вот тут мы уже с вами быстро или край, теперь начинаем выстраивать. То есть загибать сейчас будем? Да, будем потихонечку уже уходить на круг. Потому что цветок у нас еще не крупный. Не сезон. Не сезон. Поэтому наша макушечка или наша центральная часть будет состоять, как правило, из трех цветов, да. Если же вот сезон или у вас большой цветок, то можно сделать верхнюю площадочку. Обычно сколько цветков идет на стандартах? От 16? А где ты спираль берешь? Да, первоначально, когда вы сложили три цветка, вы можете взять спираль пониже. Так как бутоны плотные и большие по размеру, то иногда приходится спираль немножечко-немножечко опускать вниз. Но это будет вам понятно, потому что, чтобы не было так называемого перенапряжения цветка. В стеблях? Нет, именно цветка. Потому что, если вы будете высоко держать спираль при таких тугих бутонах, то в какой-то момент самый последний цветок от этого перенапряжения у вас может сломаться. Поэтому точно так же, как вы крутите букет, вы точно так же вас бьете и чуть-чуть можете опустить спираль. Это очень важно, потому что цветок не должен чувствовать себя в напряжении. Тем более, кто-то будет где-то в вашем веке будет хватить цветок. Ну вот, все. Чуть-чуть уже. Мы все ближе и ближе. Пока еще не свелся на шарик. Конечно, хочется больше, из-за того, что они не такие крупные, как это. Хочется не то, чтобы больше, а хочется, чтобы сам цветок был крупнее. Если цветок будет у вас крупнее, вам заведомо будет легче свисти на шарик. Но так как у вас еще букет не закрепленко, вы можете в процессе чуть-чуть опускать цветочки для того, чтобы достичь формы шарика. Честно, на этом без зеркала очень тяжело. Ты подойди к холодильнику. Вот сюда, если я представлю, вот этот цветок, то я сразу нарушу эту линию. Видите? Вот она должна по краю, желательно выложить шарик таким образом, чтобы крайние цветы у вас поделились на одной линии. Вот это самый сложный момент, почему с пеном очень трудно работать. Потому что иногда этот букет перекладываешь по несколько раз, чтобы найти именно тот цветок, который должен стоять на краю. То есть ты все равно чуть-чуть в процессе меняешь места. Можно менять, иногда можно менять местами, потому что понимаешь, что вот на этот край лучше поставить вот этот цветочек. А вот я сейчас пересмочу, и вот сюда поставлю цветочек. Покрупнее. Покрупнее, да, чтобы получить вот эту линию. Как пазл. Конечно, иногда идеально не получается выложить, потому что очень сложно подобрать. Потому что мы, как правило, не делаем выборку цвета, иначе этот букет будет безумно дорогой. Ну, в сезон можно, когда если на оформление приходит там из серии 50 штук заказали, и вот и выбираем на букет. Да, 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 да. Можно сделать выборку, но когда будет ограничено цветком, то, конечно, цветок не будет. Теперь смотрим, где мне не хватает цветочка. Так можно вам не проработать. Вот этот цветочек у него очень привозит, и берем их или меняем свое положение. Не хочется. Не хочется. Как как он не хочется. Вот этот букет не нарушает и не нравится. Вот этот букет не нарушает. Иначе это в ваших руках. И вот так. как раз вы можете поставить в этот маленький принадлежок между спектаками. Итак, у вас обязательно должно быть зеркало, в которое вы должны посмотреть форму вашего букета. Вы должны сначала посмотреть на букет вот так. Идеально. И вы увидите шарик. Вот тот шарик, который мы смогли добиться без выборки пиона. Но букет смотрится не только вот в такой плоскости. Вы должны обязательно стремиться к тому, чтобы вот этот край, без выборки это очень сложно. И нужно иногда по нескольку раз перекладывать букет, чтобы вот этот край у вас тоже был практически или почти идеальный. Конечно же, его можно выровнять зеленью. Ну и поддержать. Вот так, поддержать зеленью, убрать, скрыть стебелечки зеленью, подвести их непосредственно. То есть букет смотрится... Я бы тут еще вытащила. Какой? Вот этот вытащить. Не, вот этот. Вытащить? Ну и чуть-чуть пониже. Да, вот так вот. Букет смотрится не только так, а обязательно и вот в этой плоскости. Чтобы он не съехал на один бок, как это часто бывает. Да, чтобы он не съехал на один бок, и чтобы вы увидели, что он у вас сложный сайт. Давай крепить. Теперь вы можете взять анкор. Это тоже очень сложно, потому что иногда, когда клеится анкором, то букет иногда сложный. Если я не могу, посмотрите, я могу. Знаете, нормально, да? Да. Можно ли смотреть? Можно ли смотреть? Можно ли смотреть? Вы можете пока у вас еще не скреплен букет посмотреть? Потому что иногда проваливается серединка. Иногда так все гиппионы не идеальны, они могут тоже перевернуть свое. Мы еще зеленью будем подбивать. Ну вот. У нас с вами пошло на это. На круг. Что-то какое количество? На этот букет. А, на этот букет 18 штук. 18 фионов. То, если бы были крупнее, вообще огромный бы шарик такой идеально получился. Можно сделать вот эту площадочку пошире и тогда, соответственно, заводить ее уже в другом диаметре. Но вот при наличии 18 фионов, не самого большого. На самом деле, вы забрали последний со склада. Да. У нас получилось. Теперь снова закрепляете. И опять вот этот самый сложный момент. Вы перехватываете. И только тогда ведете вот по этой спирали наш букет. Желательно, чтобы он у вас не съехал. Если он съезжает, вот этот первый крепеж, он не самый тугой. Поэтому вы закрепив, можете еще раз посмотреть в зеркало. Потому что через один крепеж вы можете еще себе позволить поправить цветочки. Вот, допустим, мне хочется вот этот опустить. Да? Да. Еще раз можно посмотреть. Вот этот цветок. Вот этот, только у меня. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть запустить. Еще подкрыть. Что получается, чтобы он поправлен более идеальным. Хотя я думаю, что это только так кажется, что можно приставать цветок цветку, и ваш букет получится идеальным. На самом деле, это не так. Но при онном букетом иногда больше, чем... Смотрите, вот этот, видишь, он как-то отвернулся. Ну, потому что у него немножечко кривой стиль. Да, вот он так вот себя ведет. А, у него вообще форма такого была треугольника у этого пиончика. Вот видишь, он такой немножечко... Вот. Вот треугольный нитуха. Ну, вот. Шарик. Какие-то позиции. Шарик. А там же скажем, что он подозревался. Вот это надо опустить. Вот этот? Да. Вот этот. Вот этот? Нет, вот этот. А, вот этот? Ага. Во, все. Отличный букет. Для того, чтобы букет был зафиксирован в нужной у вас позиции, обязательно нужно сделать второй крепеж. Обязательно. Никогда одним вы не обойдетесь. Всегда букет у вас будет ходить ходуном. Только если вы крепите его в двух позиции, и, смотрите, да, стебли у вас все идут в спирали, вот они туда немножечко уходят, вот они все уходят туда. Не по прямой. Это тоже шарик без выборки, потому что количество цветов, которыми мы располагали. Да, и вот то, что я вам говорю, чтобы букет обязательно нужно смотреть еще вот в этой простости. Конечно, он не идеален, потому что у нас не было выборки. У нас есть где-то пустоты, но мы сейчас немножечко подобьем этот букет зелени и тем самым мы попытаемся выровнять его. Давай стебли нарастим. Так, сначала шутили. Сначала стебли. Если вам кажется, или если невеста запросила у вас толстую ножку, как правило, как правило, у пионов букета ножка очень тоненькая. Непропорциональная самой шапочке. Да, потому что стебелек тонкий, а шапка у нас с вами получилась большой. Вы можете воспользоваться стеблями любых других цветов. И пионов в том числе. В том числе и пионов. Вот у нас просто подготовлены палочки. И просто по той же самой спирали, для того, чтобы утомкнуть. Вот по той же спирали. Можно, конечно же, ставить идеально вообще стебель к стеблю, для того, чтобы он можно поставить на каком-то расстоянии. Чуть-чуть объема придать. Да, чтобы придать чуть-чуть объема вновительности, потому что, так как в моде, просто я уже хочу. И чтобы было, соответственно, подпорционально, у нас есть стебель для совершенно других цветов, это не имеет никак. Вы должны завести туда немножечко вовнутрь. Вовнутрь, да? Повернись в ту сторону. Внутреннюю. Вот так вот. Вот так заводите этот стебель. Главное дело, чтобы вы его положили по той же спирали, которая есть у вас уже оттупал. Ну, там есть еще короткий такой стебель. Вот, там еще прошло. Вот, вот уже мушка получилась у нас. У тебя еще один есть. Угу. Да, короткий, короткий. Вот так вот. Так, теперь мы это уже зафиксируем в том же самом месте, где у нас уже была спираль. Потому что мы должны привести по той же самой спирали. Вот он уже объемнее, кажется, за счет ноги. Вот, смотрите, как он получился. Как у него получилась уже объемная нога. И сам букет кажется уже более массивным. Ну, а теперь мы с вами приложим зелень. Ну, как правило, лучше прикладывать либо эвкалипты, либо очень нежную зелень. Вот мы в данном случае можем приложить буни. Хотя, хотя... Кто-то просит много зелени, это по желанию не... Кто-то просит много зелени. У нас чисто символически. Можно приложить и попу. Даже, чтобы она практически не была видна, но все вот эти шероховатости... Чисто символически для того, чтобы нам закрыть все те грехи и грешности, которые у нас с вами появились. Чтоб не совсем манжетка была. Что-то будет спрятано, что-то будет вот так вот пикантно. Выглядывайте. Снова закрепили. Чуть-чуть, чуть-чуть. Снова закрепили. И теперь для того, чтобы убрать все погрешности и шероховатости, вы должны обмотать стеблиан формы. Перед тем, как вы ее... Субтитры создавал DimaTorzok